Добрый день, уважаемые коллеги! Я постараюсь объяснить, почему первая линия сока не то чтобы не нужна, она скорее бесполезна, а уж финальное решение принимать все равно в итоге вам. Тем более, что, к сожалению, а может быть, к счастью, тут у всех разная точка зрения, есть нормативные документы, которые говорят, что первая линия нужна, и поэтому от нее никуда не деться, даже несмотря на то, что она далеко не всегда эффективна. Начну я с первой части, расскажу о том, что такое первая линия, но не с точки зрения, что она делает, потому что это плюс-минус все понимают, а скорее во сколько она обходится для организации. Потому что, на первый взгляд, эти люди, может быть, не самые квалифицированные по сравнению со второй линией, они, может быть, не самые обучаемые с точки зрения затрат на обучение по сравнению с редхантерами, реверс-инженерами и так далее. Но если посмотреть на все те затраты, которые так или иначе на них ложатся, то это вылетает достаточно большую в копеечку. Итак, начнем, собственно, с фактов. Первый, собственно, ключевой вопрос, который влияет на количество аналитиков первой линии, это длительность смены, потому что существуют разные подходы к длительности смены от 8 до 12 часов. Буквально вчера в рамках дискуссии возникла тема, что почему аналитик не работает сутки через трое. В принципе, это же нормальный вахтовый режим, поэтому и аналитика тоже можно повесить в таком режиме работать. И здесь нет четкой, наверное, рекомендации, как это должно быть, потому что все очень сильно зависит от загрузки, от нагрузки на аналитика. Но общая такая сложившаяся практика, это примерно 12 часов смена, и в зависимости от этого у нас дальше вытекает количество аналитиков, которые должны быть в соке на первой линии, либо заменяя косвенно первую линию. Дальше второй вопрос, это какой у нас режим, 8 на 5, либо 24 на 7. Потому что от этого также будет зависеть количество аналитиков, причем зависит существенно. Одно дело, если у меня 8-часовой рабочий день, и только по рабочим дням работаем, это мне, грубо говоря, надо иметь 5 аналитиков, ну, усредненно. Или один аналитик, который отрабатывает 5 дней по 8 часов, на выходных он отдыхает. А если у меня 24 на 7, то мне надо перекрытие. И мне надо как минимум 3 аналитика, если они 8-часовой смены работают, либо 2 аналитика, которые работают 12-часовыми сменами. То есть количество уже начинает скакать и скакать существенно, особенно если мы сок начинаем запускать не в регионе, а в Москве, где зарплаты существенно высокие. Поэтому в зависимости от того, какой режим работы у вас будет, у вас количество аналитиков будет от 7 до, там, измеряться десятками, ну, в зависимости от масштаба системы. Но 7 – это такое минимальное количество, которое у вас должно быть. То есть зафиксировали цифру. 7 аналитиков нам надо нанять для того, чтобы они работали. Дальше. Зарплата. Зарплата – вещь непростая. Если вы зайдете на HitHunter.ru, то вы увидите разброс, но достаточно существенный для понятия аналитик СОКа, либо аналитик в области информационной безопасности, либо оператор первой линии СОКа и так далее. От 25 тысяч до 150 разброс идет. Поэтому здесь, к сожалению, такой вот усредненной цифры я сказать не могу, потому что она будет сильно отличаться. Если вы строите СОК в Москве, вы будете подниматься к верхней границе. Если вы будете строить СОК, ну, например, в Рязани, либо там в Ярославле, либо в Нижнем Новгороде, либо еще где-то, у вас СОК, соответственно, зарплата аналитиков будет снижаться. Соответственно, что здесь повлияет на стоимость аналитика? Зарплата. Причем, если у вас 24 на 7 режим, то вы должны учитывать, что внеурочная работа ночная, она должна оплачиваться дороже по Трудовому кодексу, работа выходные, она должна оплачиваться дороже, выход вне смены, также он должен дополнительно оплачиваться, то есть это надо закладывать в бюджет. Второй момент, это, соответственно, налоги, которые мы обычно не считаем, но с нас обычно это потребует. Во сколько нам обойдется стоимость человека для компании? Не вот сколько мы ему платим, а сколько мы платим на сотрудника с учетом всех налоговзносов, которые должны быть. Видите, здесь в зависимости от стоимости цифра тоже будет меняться. Если это аналитик в регионе, у которого годовой доход меньше определенной цифры, указанной в налоговом кодексе, это одна сумма отчислений. Если больше, то, соответственно, например, в Москве или в Питере, то это другая сумма отчислений. Поэтому здесь какой-то универсальной цифры не будет. Дальше это обучение и, соответственно, различные хозяйственные расходы, которые надо учитывать, о которых я сегодня говорить не буду. С точки зрения обучения, даже несмотря на то, что во многих вакансиях, размещаемых на хитхантере, на других ресурсах написано, что опыт работы не требуется, мы прекрасно понимаем, что это выглядит достаточно смешно для человека, от которого зависит, пойдет событие безопасности на уровень инцидента, или мы его пропустим вообще и будем в течение долгих месяцев. Не значит, что у нас внутри сидит какой-то вредонос и так далее. Поэтому обучение должно быть, есть некий минимальный набор, наверное, дисциплин, которые надо знать. Ну и дальше возникает вопрос. Компания богатая, она может направить человека куда-нибудь за границей учиться, хотя для аналитиков, наверное, первой линии это большая редкость, очень большая редкость, мягко скажем. Если мы говорим про российские учебные центры, здесь, конечно, цены гораздо ниже, но у нас, к сожалению, очень небольшое количество дисциплин, именно практической направленности, которые нужны аналитикам. То есть это либо авторизованные курсы IBM по Курадару, микрофокусу по Арксайту, ну, либо там знания TCP, IP, знания Linux, Windows и каких-то отдельных приложений. А вот именно изучение того, что делать, как обнаруживать и так далее, ну, у нас практически этого нет. Либо это частные курсы, которые делаются внутри корпоративных университетов, в очень крупных организациях, которые запускают из себя соки. Поэтому обучение, с одной стороны, если бы мы были на Западе, это была достаточно большая сумма затрат на аналитика, которую мы бы плюсовали к его зарплате, то есть те деньги, которые мы на него тратим в России, там, к счастью, эта сумма гораздо меньше, либо она вообще нулевая, если мы берем аналитика без опыта работы, как это, к сожалению, часто бывает. Но аналитик – это же не только человек, который что-то умеет делать руками. Аналитик – это еще человек, который должен обладать неким определенным мышлением, и это тоже определенные навыки. Аналитик должен в ряде случаев уметь общаться с пострадавшими для сбора информации, которые там понадобятся для заведения кейса, для внесения в карточку инцидента и так далее. То есть у него должны быть определенные коммуникативные навыки. Если он готовит отчеты, а иногда аналитики первой линии тоже готовят отчеты, соответственно, он должен уметь писать, не косноязычно общаться о том, что произошло, а более-менее адекватно описывать, что происходит, что было сделано, и что-то, может быть, перейдет на следующую смену для того, чтобы аналитики следующей смены могли подхватить инцидент и нормально с ним работать. То есть здесь необходимо обладать определенными в райтинг, либо презентейшн скиллами, которые в России, к счастью, недороги или недороги, но это тоже определенные затраты, о которых надо думать. Соответственно, если человек не способен донести свою мысль даже для своих коллег по смене, либо по следующей смене, но эффективность такого аналитика еще больше падает, несмотря на все попытки дать ему необходимый технический инструментарий, с которым он будет работать. Поэтому с точки зрения именно таких базовых вещей число аналитиков можно сократить за счет правильного выбора режима работы и длительности смены, и возможности использования аутсорсинга, хотя аутсорсинга будут те же самые проблемы, но это уже не ваши проблемы, это проблема аутсорсинга. Но дальше возникают моменты, связанные с психологией и физиологией, которых мы обычно не говорим. Я могу привести пример нашей службы информационной безопасности. У нас в день 1,2 триллиона событий безопасности приходят. На выходе 22 инцидента. Понятно, что аналитики, что бы мы ни говорили, не способны отработать такое количество событий безопасности в эффективном режиме. Они будут пропускать, мягко говоря, не половину, а гораздо большую часть тех событий без нормальной автоматизации, о чем мы поговорим чуть дальше. И важнейший момент, почему они пропускают большинство событий. Потому что когда мы говорим об аналитиках, мы забываем, что это люди. Не роботы, а именно люди. Люди несовершенны. У людей есть свои ритмы биологические. Людям свойственно что-то пропускать, забывать, не обращать внимания. Есть такое понятие, как психологическая слепота. Когда мы не видим очевидных вещей, казалось бы, они вот перед нами на экране, но мы их не видим. И это тоже надо учитывать в работе аналитика. Классическое понятие биоритмов, которое, наверное, многие помнят и баловались в интернете, выстраивали себе, определяя совава либо жаворонок, помимо хайпа вокруг этой темы, есть и вполне реальное большое количество исследований, которые вполне себе доказывают, что да, днем человек работает гораздо лучше, чем в ночной смене. Даже если он все время работает в ночной смене. А если он меняет смену, утренняя, вечерняя, вечерняя, ночная и так далее, то у него эффективность еще больше снижается. И, соответственно, эффективность – это его и внимательность, и способность принимать решения. Заносить данные в карточку инцидента, либо не заносить. И, как следствие, это приводит к тому, что по мере работы в смене у аналитика, во-первых, увеличивается число ошибок. Ну, вначале оно высокое, потому что он еще не вошел в ритм, потом оно падает, потом с усталостью оно опять возрастает. С течением времени число обнаруженных инцидентов будет падать, потому что человек не забывает, а пропускает многие вещи. И, наконец, время разбора инцидента, ну, то, что предназначено именно для первой линии, оно тоже будет существенно возрастать ближе к концу смены. Почему большое количество внимания должно уделяться пересменке? Потому что именно здесь происходит огромное количество проблем. Когда один аналитик уже готовится идти домой, а второй еще не вошел в ритм. И, соответственно, вот здесь происходят многие проблемы, из-за которых инциденты не видны. Еще какие особенности? Если мы говорим о режиме 24 на 7, мы должны понимать особенность ночной смены. Биологические часы никто не отменял, человек хочет спать. Как бы мы его там не кормили всякими энергетиками, кофем, чаем и другими напитками, он все равно хочет спать. Даже подспудно. Поэтому ему гораздо сложнее сосредоточиться. Здесь надо учитывать этот момент. Стресс и напряжение после дневного дня приводят к тому, что у нас внимательность снижается. То есть если аналитик работает ночная и дневная смена, он ночью работает, днем спит, потом он выходит в ночь, и у него дневной сон гораздо хуже, чем ночной. Доказано огромным количеством различных исследований. Социальные изменения. Если вы будете работать ночью все время, но если вдруг среди вас есть аналитики первой линии, и вы имеете семьи, я думаю, ваши жены будут недовольны этим. Ваши дети будут недовольны тем, что вас никогда не бывает дома. В какой-то момент это приведет к достаточно серьезному стрессу, что опять же приведет не только к проблемам аналитика, но и к проблемам с безопасностью в организации, в которой он работает, и должен внимательно отслеживать те или иные инциденты. Ну и чисто медицинские проблемы, кардиология, потеря аппетита, проблемы с пищеварением и другие особенности, которые возникают у аналитиков, которые переходят на другой режим работы. Поверьте мне, я хотя и не аналитик первой линии, но регулярно летаю, меняю пояса. Все вот эти проблемы у меня присутствуют, не вдаваясь в детали этих самых проблем. Еще одна особенность, которая, наверное, является самой главной, вот это та цифра, о которой вы просто должны помнить, держа в голове, когда вам приносят бюджет или вы сами формируете бюджет на аналитиков. После 12 минут непрерывного мониторинга, аналитик первой линии, это по сути своей непрерывный монотонный мониторинг, аналитик пропускает 45% активности, а через 22 минуты 95% активности. Поэтому неважно, 8-часовая, 10-часовая, 12-часовая смена у вас, после часа работы аналитик много чего не видит. Поэтому он сидит, он просиживает штаны, он проедает зарплату, на его обучение тратятся деньги, а толку от этого никакого. Потому что, да, что-то он видеть будет, вот оставшиеся 5%, но они будут снижаться по мере приближения к концу 8-часовой смены. Но понятно, что это не то, что мы хотим видеть от аналитика. Мы-то обычно считаем, что раз человек работает 8-часовую смену, он работает одинаково в первый час работы и в последний, а это, соответственно, не так. Поэтому это достаточно важный момент, который необходимо учитывать. В итоге к чему мы приходим? К тому, что работа аналитика первой линии, она сложна, она тяжела, она нехорошо оплачиваема, поэтому здесь огромная ротация. 90% это средняя ротация аналитиков первой линии в Европе и в Соединенных Штатах Америки. Если вы поговорите с коллегами, которые оказывают услуги аутсорсинга СОКа, они вам скажут, что цифра схожая. Ну, от 80%, вот крутится вокруг 80%. То есть, как бы, людей придется постоянно где-то искать на то, чтобы закрыть эту вакансию. Что непросто в условиях нехватки персонала в области безопасности. Что решает проблему? Ну, решает в условно, конечно. Во-первых, автоматизация. Мы вчера в Фейсбуке спорили на тему, можно ли полностью автоматизировать работу аналитика первой линии. Я могу сказать, что да, при правильном подходе можно ее автоматизировать. Разумеется, это не значит, что вот есть красивая волшебная пилюля, которую мы купили, она нам все автоматизировала. Увы, по различным отчетам, а такие отчеты делаются, лучшие соки в своей сфере очень редко, когда используют только приобретенное коммерческое ПО. То есть, вот 1% лучших соков в индустрии, как правило, строит свои системы мониторинга на решениях, которые они либо пишут сами, либо допиливают сами, то есть на базе опенсорса. То есть, готовый инструментарий из коробки никогда вам не даст эффективной автоматизации. Ну, да, какие-то вещи он автоматизирует, но, к сожалению, это не так эффективно. Разумеется, возникает вопрос, можно или нельзя. Я могу привести пример. Это не реклама. Это то, что делала наша внутренняя служба информационной безопасности. Это не продукт, который мы продаем. Система, которая занимается мониторингом поведения сотрудников и анализом документов, исходных кодов, которые могут утечь за пределы компании. То есть, это некий аналог DLP и UEBA. Мы эту систему писали несколько лет назад, не найдя на рынке ничего достойного. Написали ее таким образом, что один человек отслеживает 100 тысяч сотрудников компании. Один человек отслеживает эффективно. По всем показателям система работы, утечек у нас публичных не было за последние годы работы. Но это самописный софт, который писали под наши нужды, мы сами под наши задачи и так далее. К сожалению, коммерческое решение мы не нашли, которое бы устроило нас по тем задачам и по тем возможностям, которые могут быть. Поэтому первая рекомендация – это автоматизируйте там, где это возможно. И, к сожалению, коммерческие решения вам здесь не помогут. Это всегда интеграционные проекты, либо собственные разработчики, которые у вас будут сидеть и заниматься этой работой. Ну а поскольку я прекрасно понимаю, что перейти на полностью автоматизацию сейчас могут не все, а самое главное, у нас есть регуляторы, которые все равно от вас требуют наличия как минимум трех человек в первой линии поддержки, все знают, собственно, о каких документах идет речь, то все равно вам эти люди нужны. Поэтому дальше будет несколько рекомендаций. Я на них не буду подробно останавливаться, потому что за каждой из них там есть свои огромное количество исследований, там медицинских, физиологических, психологических. Но в презентации эти все факты будут, поэтому вы сможете посмотреть. Если вы все-таки оставляете первую линию на человека, то вы должны, собственно, планировать, эффективно планировать работу. Не спускать на тормозах, а это аналитики, они через год все равно 90% этих аналитиков уйдет, поэтому пусть делают, что они хотят. Вот как раз именно первая линия, она самая важная, потому что именно от нее будет зависеть то, что идет на вторую и на третью линию. Поэтому, несмотря на то, что это самые забитые сотрудники СОКа, они являются самыми важными с точки зрения планирования. Именно от их эффективности зависит все остальное. Поэтому есть ряд организационных, физиологических, медицинских рекомендаций, которые здесь показаны на слайде, на нескольких слайдах, на которые стоит обращать внимание. Как планировать, как смены разбивать между людьми, длительность смены, длительность, количество дней, после которых необходимо делать перерыв, какие перерывы должны быть, как учесть социальную составляющую, чтобы люди хотя бы иногда появлялись на выходных дома, их видели семьи, жены, дети или мужья, если у вас аналитик девушка работает в СОКе и так далее. То есть это все очень важные моменты, от которых будет зависеть работа СОКа, и которые помогут вам хоть чуть-чуть улучшить ту проблему, которая существует с человеческим фактором. А СОК — это в первую очередь человеческий фактор. В принципе, больше не буду подробно останавливаться на этих рекомендациях. Презентации будет, потому что слишком много придется пояснять моментов, почему сделаны те или иные выводы. В любом случае, помните, что именно люди ваши самые ценные, и от того, как вы выстроите работу, начиная с первой линии, я уже не говорю про вторую и третью, зависит, насколько эффективно вы будете мониторить угрозы и, соответственно, оперативно реагировать на инциденты. Спасибо.